привет привет всем всем добрый день немножечко подождем у нас сегодня конечно творческий прямой эфир потому что я по дизайну отключиться я представлюсь меня зовут ефремова юлия я из воронежа я являюсь инструктором и оффлайн и онлайн так что являюсь конечно же творческим партнером компании ими куда без этого любимая наша компания так ну что будем наверное начинать что время терять да я сейчас камеру переверну и будем художничать с вами такой немножко сегодня прям сейчас я переверну покажу вам здравствуйте здравствуйте девчонки всем привет рада всех приветствовать так сейчас настроимся 5 секунд чтобы мы не отвлекались с вами подготовила я вот такие вариантики ну такой скажем экстравагант ну да скажем так дизайн он конечно может быть не для всех но есть такие любители которые такие дизайны очень любят понятное дело что все ноготки там вряд ли кто-то будет делать да ну вот я тоже согласна что выглядит хотя такие до достаточно экстремальные но выглядит дорого а почему потому что я вот все-таки очень люблю матовый топ сейчас постараюсь поближе даже не да вот я сама девчонки пока делала здравствуйте здравствуйте всем привет рада всех приветствовать а тут немножко как бы но отличаются и подложка как делалось да спасибо благодарю вас за сердечки вот они немножечко как бы все отличаются смысл похож на все отличаются вот я сделал например два варианта вот я сейчас даже как бы и цвета похожие до принты только разные но вот здесь я делала видите он больше блестит вот здесь я делала в тирку на дисперсию цвета прямо а вот здесь сделала на т класс то есть по нашей классической схеме и он такой уже получился как бы менее активная вот здесь ну мне например здесь вот даже нравится вот этот эффект больше и разница в чем теперь вот этот верну назад просто чтобы вы даже понимали вот этот например возьму может быть кто-то уже и догадался в чем тут раз да господи бывает и такое обожаю спасибо девочки читаю все ваши комментарии вот смотрите разница тоже в чем не знаю догадался вот кто-нибудь между этими двумя стемпинг и там и там выполнен но здесь я делала как обычно лаком черным под этот под матовый топ а вот здесь я сделала ведь она глянцевая это им пастой им пастой по финишу да 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 нету блеск то есть он полностью матовый а здесь видите блестит то есть сам финиш матовые вот еще даже попробую подальше финиш матовый но отпечатка глянцевая они оба шикарно конечно согласна но здесь знаете почему я взяла еще два варианта может быть для тех кто не может подружиться с лаком очень удобно будет работать тем пастой во первых вот такая интересная фактура получается да на кач не сильно объемно но выглядит классно тоже и сам посты просто попроще кому-то будет работать например потому что к лаку вот ну я насколько тоже знаю не все приспособиться могут к лаку потому что с ним нужно очень быстро работать и мы вот давайте с вами как раз начнем вот с этого варианта я сразу его покажу да мне самой не прям вообще так кайфанул от них пока делала готова у меня уже типсом брала я здесь цвета значит вот эти по моему это вот из коллекции господи не выговоришь бричу в пассаж из этой коллекции брал аучки ты 307 три такие достаточно популярные до трендовый цвета как бы года 472 пластины пластины какие есть пользовала из этой по моему не брала вот это вот какая у нас 16 но они очень красивые здесь прям вообще я просто от нее кайфанул а недавно только ее приобрела она пользовалась я вот этими пластинами одна принты по моему другая как они называются ли она оба называют а текстуры и принты вода здесь принты здесь текстуры то есть я работала леопардом работала но свои вот эта любимая змейка этим леопардом работала то есть вообще по желанию можно отпечатывать вообще все что угодно значит что в чем тут смысл беру конечно я сразу там влажную салфеточку себе всегда готовлю я всегда об этом говорю чтобы все у вас как бы под рукой было и ну например можно без ворсовую салфеточку тоже я работаю здесь прям кисточками от гель-лака всем привет привет можно просто например другом здесь сделать исполнение попробовать наоборот сделать до зеленый здесь то есть оля такой быстрый градиент потому что у нас мало того что будет закрыта в тиркой скажем тогда во первых если вы уже знаете да что будет закрыта дизайном можно не стараться да то есть я такое делаю прям быстро быстро так скажите мне видно вам как хорошо добрый день девочки добрый день то есть прям быстренько быстренько делаем любую берем ну вот я наверное зелененький возьму хотя можно и голубого чтобы было больше здесь не принципиально и вот делаем прям вот так то есть даже можно чтобы прям на зеленый там голубой попал можно потом наоборот пройтись можно сказать это даже там собственный не градиент до получается и обязательно вот видите я положила салфеточку обязательно кисть я допустим и не убираю и пока оставляю вдруг она мне пригодится обязательно нужно почистить если вы работаете вот кистью из флакона то есть мы не отдельную с вами взяли а кисть из флакона обязательно вытираем ни в коем случае не вставляем ее так во флакончик обязательно видите я вытираю а салфеточку она же у нас испачкалась зеленый цвет все так вот прям быстренько сделали даже вот пусть останется где-то какие-то пятнышки даже если попадают вот наоборот там на зеленом например голубые это даже будет интереснее как бы ну в технике вот это рептилии смотреться да то есть даже и не градиент а вот что-то просто такое вот размытие и все и сушим теперь то сделали вот такой с вами фон и сушим вот видите салфеточку меня обязательно я почистила прежде чем во флакончик потому что 3 чуть чуть там зеленого попал обязательно нужно убрать сушим 30 секунд но опять же вами лампе да если вас там какие-то менее мощные можно подольше просушить но в принципе как бы для цветов до 30 секунд достаточно так вы пока смотрите скажите мне что еще мы с вами сделаем потому что все конечно наверное не успеем а я вот хотел еще наверно вот этот разобрать только сделать его не со светлым вот здесь я брала розовый видите по бокам чуть высветляла а я хочу наоборот взять темные берем мы с вами можно и пальчиком конечно опять же ходовой вот этот пигмент полупрозрачный 175 175 расскажите у вас клиенты как дизайны любят вообще нет вот она сейчас конечно потопом немножко уйдет вот этот блеск а ну вот мне именно понравилось вот такое вот сочетание посильнее прям блеска захотелось вот если конечно есть у кого-то гель-лаки там например шиммером да можно там может быть обойтись и так мне вот что-то захотелось вот такого прям сочетание все собственно так как у нас в кирка да я обязательно допустим на клиенте всегда говорю что обязательно нужно по торцу это обязательно пройтись ультрабондом вот из моего опыта сколько я уже работаю все клиенты мне всегда приносят все назад и я бы допустим на и на типсе конечно не буду то есть я всегда под матовый беру есть звук звук плохой интересно все хорошо девчонки скажите сейчас как слышно нормально а насчет клиентов не очень любят здесь смотрите я на клиентах вот всегда под матовый топ покрываю первым слоем это слайдер идет потому что он идет с очень хорошим липким слоем и на него матовый носится вообще шикардос на ничего не сползает ничего нигде но так как у нас здесь с вами же типс да я покрою конечно в один слой чтобы не тратить время я просто покрою матовым видите вот все равно разница то есть как смотря ты положишь цвета да но здесь я наоборот видите синенький взяла вниз и блеск а может быть чуть чуть больше получилось и вот от этого уже и видовая меняется да то есть все нужно всегда пробовать все сочетания пробовать пока наши типсы сушатся я хочу вот теперь здесь смотрите я брала вот этот розовый из неоновой до коллекции и просто там какой-то брала светлый по краям чуть проходилось а ну вот здесь хочу и наоборот знаете какой попробовать вот так чуть наоборот темнее сделать вот мы тоже его с вами сделаем хочется мне такое сочетание сделать и какой нибудь любой там из этих напишите мне какой нравится черный или голубой с бежевым чтобы мы с вами попробовали вот смотрите видите когда было сначала очень ярко но когда топ просох он становится блеск такой очень комфортный он вроде бы переливается до подматываем но очень очень комфортно то есть совсем не напрягает голубой с бежевым окей вот и вот эти пятнышки как раз таки про что я говорила да для рептилии они очень классно смотрятся наоборот такой фон получается и смотрите берем значит мы с вами до нашу нашу пластиночку с вами я конечно по стилю все минут влажную салфеточку потому что стемпинг конечно пачкает все и здесь так как я буду работать им пасты то есть у нас по сути с вами ноготок готов мы просушили все там допустим на клиенте две минуты и получается ноготок готов то здесь мы работаем по финишу с вами не лаком беру черную пасту черную пасту и выкладываю ее на нашу свет чтобы не так сильно вот так наверно лучше будет дождь не засвечу и прям хорошо вот так вот и и разношу по всей втираю кисточку убираем все старый штампик потому что нужно не хочется мне влом потом засовывать сушить все-таки им паста убирается потом сложнее и нужно только просушивать если вот разница да в чем то есть лаком я бы сейчас уже все прав около здесь на разница с лаком для стемпинга а вот с им пастой как раз таки если вы например начинаете то очень удобно потому что она так как лак не засыхает и ей работать комфортно и еще в чем у них разница между лаками ведь тем паста она не такая яркая получается если здесь принт видите как ярко отпечатывается то им паста дает более такой вот еще очень классного такие варианты когда под этот под молочный топ например вот тогда им паста как под ложка вообще и в чем еще разница если мы лак перекатываем то им пасту мы чисто вот так дотронулись и убрали ведь все перенеслось на штампик показываю вам ну и соответственно берем и также аккуратненько тоже стараемся перепечатать на ноготочек она получается такая более спокойная то есть не как лака ядреная до более такой спокойный вариант получается все то есть это по сути готовый дизайн его просто нужно хорошо просушить для того чтобы она носилась конечно у клиента где-то там с кончиком может быть она и потрется но она очень комфортно и она не цепляется потому что у нее гладкая фактура да и вот в чем смысл да с матовым топом смотрится очень классно сейчас мы с вами прослушиваем ее и тут уже как вы поняли конечно же я добавляла мультипл гель дизайн да ну так просто для красоты можно конечно и серебром и вот если лак он высыхает и убирается со штампа хорошо то здесь нет здесь надо вот сейчас пока мне типсы сушится я туда же отправлю штампик пластина к вот это это вообще шикардос на это моя любимая просто ходовая но и я еще и текст очень люблю и вот эти вот мне зашли и вот это вот новая я пробовала тут тоже некоторые вообще вот эту пробовала вот этот вот красивый очень принт вообще серебром просто девчонки он такой кайфовый он какой-то я не знаю просто катя респект такую красоту придумывает вот то есть чем смысл смотрите сейчас я могу даже не вытирая допустим если мне надо было на нескольких ноготках я могу там чуть-чуть опять же зацепить им посты еще раз пройтись и как бы можно до бесконечности ей доработать она не высохнет пока мы ее не просушим вот здесь как бы тоже свои преимущества я уж думаю тех кто поклонники эми уж черные импосты наверное белое есть всегда вот разница да здесь идет под топом и более такое все четкое да здесь как бы она немножко как будто бы расплывчатая но потому что мы же ее в мокром варианте печатаем но мне этот вариант тоже очень нравится это что вот она высохла да там у нас матовая здесь у нас глянцевая все и теперь берем что мы берем мультипл гель немножко и аккуратно тоже с кистями то есть от мультипл гель тяжело очищаются поэтому нужно какую-нибудь старенькую все-таки кисть брать для работы девчонки все материалы вот эти можно конечно же приобрести на и мешок . руда заказывать там кстати проходит акция поэтому не забываем заходим смотрим еще можно успеть до 31 числа заказать мультипл гель да вы уже наверно в курсе мы ему же работали неоднократно тоже в этом также материалы все тоже представлены на вал перес на озоне да поэтому пользуемся заказываем с подцепим что-нибудь здесь с вами сделаем давайте так в другую сторону и здесь сделаем немножечко здесь не вообще не принципиально что вы будете делать просто так немножечко для красоты добавим мне вот видите всегда удобно я на ноготочек положила но девчонки очень аккуратно иначе не дай бог засушить это же просто немножко сильно не надо он как бы дизайн и так сам по себе да достаточно такое экстремальное поэтому аккуратненько немножечко добавим все сушим сушим буквально 15 секунд то есть даже на такой просушке он хорошо отпечатывается вы вышли с кадром ну сейчас вернусь извиняюсь так все берем фольгу можно конечно серебро но здесь я думаю что серебро будет менее заметно поэтому все таки мы возьмем с вами золото потому что серебро будет здесь бледновато вернулась извиняюсь что ж такой сейчас девчонки палец я свой вытру неудобно добрый день добрый день девочки вот хочет все не как-то мне неудобно было то есть то что будешь день ты не хочет и все-то держится не надо увлекаюсь так усердно давлю что аж отваливаются все просто чуть-чуть добавили кто-то хочет может быть там обведет сам этот принт да где-то какими-то местами и смотрите можно ты классом пройтись можно наоборот там матовым до для этого можно вот prime top гель тоже хорошо он более такое густое отличается от т-класса да поэтому тоже вот очень им удобно в один слой как бы он перекроет потому что он погуще от т-класса как называть лак девчонки здесь я работала м постой сейчас вот если вы не сначала начали смотреть мы здесь разбирали как раз разницу чем отличается лак от м посты сейчас я покажу я работала черной м постой им посты это гелевая краска без остаточной липкости она именно для дизайнов но вот для стемпинга она подходит в чем удобство то есть вы просушили наготов у вас готовы уже все финишное покрытие и вы только доделываете дизайн все и отправляем сушить здесь уже конечно можно просушить подольше чтобы этот топ просох и весь наш дизайн еще разок да вот смотрите я сейчас повторю что мы разбирали вот этот крайние типсы выполнена м постой то есть мы делали сейчас стемпинг м постой разбирали может быть для тех кто с лаком не дружат м посты работать поудобнее будет поэтому вот здесь лаком сделан то все эти дизайны выполнены лаком вот здесь выполнен им паста я специально взяла два разных варианта потому что она так не засыхает как лак то есть пока вы ее и с ним можно как бы повозиться с лаком нужно работать очень очень быстро особенно вот здесь конечно под камеру сложновато добывает и но раз замешкался и все и уже лак они отпечатается вот все первый наш дизайн с вами готов все чуть-чуть ведь и добавили наши типсы с вами готовы ну просто нам уже будет не нужно так ну давайте сейчас тогда попробуем вот этот вариант сделать да мне тоже понравился прям такое сочетание вроде бы она необычная да голубой как то нет это бежевый но вот в итоге тоже смотрится очень классно можно наверно принт попробовать еще другой дата мне везде это змея вы имеете ввиду гаммы которые здесь я делала или вот между этими конечно все разное здесь здесь все немножечко они разные и техника по-разному делается вы потом если что тропики какие-нибудь вот это вы имеете ввиду полоски так что здесь ну и фон отличается который здесь и здесь я делала здесь одно и то же просто я поменяла местами а здесь да здесь отличается и сама подложка делается по-другому все здесь по-другому здесь мы делали еще в тирку добавляли прям по дисперсионному слою здесь опять у нас главной роли идет 473 цвет 473 цвет у нас с вами 473 484 403 485 473 485 486 484 487 487 так все покрыли и просушиваем 30 секунд и вот здесь девчонки смотрите здесь я работала чем это из последней коллекции маракеш цвета я сначала взяла более светлой но его было здесь практически не видно не поняла про им пасту вообще здесь одно и то же черная м паста все одинаково сделано черные паста я делала стемпинг все делала одинаково так же как и на этих типсах вот и я потом взяла потемнее цвет 498 можно делать опять же можно с кончиком можно сделать наоборот отсюда до то есть что были разные варианты вот сейчас мы попробуем сами отсюда растянуть да там от кутикулы но все нужно пробовать и смотреть так что светлый не подошел цвет мы его убираем берем кисть для градиента здесь такой градиент тоже аля вообще элементарные по сухому как бы да мы делаем просто проходим все чуть-чуть растушевываем как бы можно даже кстати там и кистью овал делать а нет им посты господи им посты вообще ее очень много цветов она есть и классический набор вы зайдите на сайт и мешок точка ру и там все найдете если у вас каталога нету там например посмотреть до им посты есть классический набор там черный желтый белый то есть абсолютно все из чего мы сможете намешать вообще любые цвета там и перламутровые есть плюсом посты выходила там под тоже под каждой коллекции гель-лаков вот то есть ее очень много там разновидностей но сейчас нужно смотреть там как раз вот я говорила то что проходит акция сейчас на сайте нужно заходить смотреть как раз выбирать все что вам там нравится и есть и неоновая им посты это вот как раз таки я про что говорю что если кому-то с лаком тяжело работать то очень вариант такой им посты да она и как по финишу можно любые до дизайны выполнять раньше очень много рисовали вот эти объемные да немножко то есть ты берешь матовый топ и за счет того что им паста глянцевая то смотрите вот видите я сильно ничего такого тут сверх естественного не делаю просто вот чуть-чуть растянула золотой да он он знать как я бы не сказал что он золотой он смотрите вот сейчас я покажу на кисточке он такой он коричневатый может быть конечно камера искажает но он такой вот коричневатый с каким-то мало того что он перламутровый так он еще и с каким-то шиммером цвет все достаточно просто здесь я сделала с кончика до этот переход а здесь мы сделаем от ну типа от кутикулы вот 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 здесь ничего здесь мы уже будем работать с вами лаком для стемпинга обычным черным поэтому нужно подготовиться да про что я всегда говорю обязательно чтобы все сделать быстренько оперативно так смотрите можно кстати взять давайте вот это вот попробуем с этой с новенькой пластины она тоже но она и это красиво то есть типа вроде зебра не зебра я даже не знаю что вот я тоже ее хотела все попробовать пластина номер 24 можно на и мешок посмотреть можно посмотреть на вал береса зоне да а я попробовал ну сейчас к сожалению на типсе меня нету очень красивый но в серебре боже мой так он красиво смотрелось так вот смотрите я бы видите как бы я протянула там конечно сейчас закроется но я бы вот сюда немножечко еще добавила потому что он стягивается я и там тоже немножко вот тут вот проходила по кончику как бы чуть-чуть вот здесь покрывала чтобы именно здесь было прям вот по плотнее видите вот разница он сразу прям красивенько смотрится так учишь не всегда вот такие вот шиммерные цвета они растягиваются очень хорошо я еще пробовала вот этот цвет из фиолетовым из этой коллекции сейчас покажу если время будет вот они всегда все что с шиммером они очень хорошо растушевываются всегда смотрите я делал деть какой переход очень бомбически просто а нет здесь со светлым обманываясь со светлым но с темным будет не менее красиво поэтому все нужно пробовать но я даже вот когда уже приходит я даже некоторые цвета уже там вижу например да что подумала здесь подойдет сто процентов берем вот теперь мы работаем уже лаком для стемпинга ну в данном случае во имя 002 немножечко его тоже мол не черного так и здесь готовим все под рукой девочки здесь уже мишка цена нельзя сейчас пять секунд у меня тут это засада все штамп под рукой как сделать там обидно не один сюда видите подвигаю тогда на пластин попадает тоже не видно хочу чтобы вам видно было сейчас вот так вот мы сделаем штамп под рукой лак под рукой пластина все скраббер в руке и быстренько просто лак уже мне там мало сейчас мы наносим быстро и видите лак уже я перекатываю а если им посту мы с вами просто снимали то лак я перекатываю да тоже очень красивые девчонки и здесь тоже перекатываем возвращаем лампу а с кутикулы лак убираем всегда после потому что дабы не испортить ничего не стереть где мы матовый толпу спали то боже все а нет я вас обманываю опять не все берем что я здесь брала я брала цепи здесь такой черный кончик что за номер у нас 240 ну по моему правильно не перепутано у меня но так как здесь почти теперь можно конечно до перестраховаться и покрыть т-классом до в то место где можно не всю типсу например перекрывать а вот в то место где вы наметили до что у вас будет и посерединочке пройтись немножечко т-классом как вы уже наверное знаете на т-класс очень хорошо клеится шарми конные поэтому ведь тут как бы и тупы должны быть у вас разные и все должно быть да у вас потому что ну как бы одним тяжело обойтись вот будет у меня там например один ультрашайн да ну и что с ним сделал ничего с ним не сделаем и должны быть материалы разнообразные вот хотя опять же можно клеить допустим может быть и не цепи но я уж покрыла теперь это можно там 2 например да тоже взять и и золото и серебро взять тоже будет красиво можно было там какую-то надпись взять да можно было вот такие взять просто там полосочку например тоже наклеить красиво будем считать что у нас высохла с вами чуть внутри минуты очень аккуратно снимаем потому что вот эти вот шерми кончики все очень очень тоненькие и малейшие движения и все очень аккуратно можно еще палочка вот апельсиновый поддевать на палочку переносить как бы его и блин вот липнут они конечно хорошо но отлепить их очень тяжело такие конечно когда круглые они вот тяжеловато с ними работать нужно приспособиться вот это посмотрите как вообще не ложится за рост такой пусть так все и покрываем матовым топом я конечно люблю вот эти все элементы подматываем потому что мне больше нравится какой-то вот более дорогой что ли вид у них у всех этих деталей получается что они блестят но они блестят по-своему как-то вот более дорогой них виднее кажется вот этот вариант мы с вами делали просто я взяла принт другой потому что много у меня уже такого но мне у ночь конечно нравится крутяцкий 1 мы делали вот такую с вами типсу и сейчас хочу вот этот вариант попробовать только об этом с фиолетовым хочу так это мы покупаем пластину нам какая ничего леопардика сделаем спасибо девочки мне приятно очень с вами эфир прям такой плодотворный интересный что сделаем давайте говорите там у меня такой леопард можно вот сделать вот такого более типа волосатенький как вот на черный тип свете они все отличаются здесь более такой вот здесь ведь он какой-то можно и вот это тоже красиво зебру сделать да мы кстати и да потом я это все вытру после эфира а вот смотрите опять же все видите зависит от интенсивности то есть print немножко до отличается и вот видимо здесь коричневого что ли чуть больше взяла но здесь и черного видите больше он как-то темнее здесь уже нежнее но тоже классно получилось вообще прям огонь опять же можно ничем здесь не покрывать на спасибо я старалась конечно готовилась чтобы вам что-то интересненькое показать это можно ты классом да у кого что есть можно вообще если кто-то любит по объем не можно взять этот джемте клейер да он будет совсем прям давать хороший объем но я сильно тоже не люблю чтобы у клиентов все-таки это более было носибельно да чтоб они там ничего не цепляли все-таки лучше поспокойнее сделать на типсах то понятно можно там разгуляться ну вот смотрите даже prime то да вот так вас он бы сейчас более комфортно лег а prime смотрите прям такое хороший дает объемчик хорошая прям такая ниточка хорошая получается все и сушим вот еще как вариант смотрите вот здесь я делала да а здесь я тоже просто теклосом проходилась по некоторым пятнышкам и видите там где втирка блестит круто да красиво а вот здесь как раз таки я дополняла м пастой это черная паста это никакой не объемный не гель ничего это именно им паста черная все вариантов абсолютно может быть у масса все нужно пробовать делать все еще типс подготовлю пока и вот давайте возьмем 483 да и и добавим немножко фиолетового мне хочется вот этого они тоже вместе очень хорошо дружат попробуем что у нас получится да там я делала еще раз повторю здесь я брала более светлый какой-то гель-лак 311 или когда любой короче более светлый и вот видите чуть высветляла кончик и здесь а здесь хочу взять вот этот цвет такой синий фиолетовый и опять же повторюсь если вы работаете кистью из флакона обязательно очищаем до как бы оттенить вот его можно кстати было сделать как просушить розовый да и девчонки да думайте прям у меня она вот знаете фантазия это все как говорится и с опытом приходит да я тоже где-то что-то посмотрела там добавляешь своего ну насмотренность это все насмотренность вот то есть я делаю здесь по мокрому да но можно было и по сухому сделать как я делала этот вариант да то есть можно было голубой розовый просушить и вот этот вот фиолетовый чуть-чуть как бы это растянуть здесь уже пробуете все нужно пробовать девочки чуть-чуть оттеняем то есть не сильно ведь я фиолетового кажется так должно красиво и сушим теперь сушим 30 секунд обязательно кисти видите там розовенький попал я вытираю и конечно розовый очень хорошо кисточку вытираю убираем пока со времен конечно это все все опыт все вот это насмотренность а вы листайте там например эту ленту там инстаграма или чё где сидите да там тот же vk они просто тогда именно вот нужно листать с какой-то целью да и смотреть где-то у кого-то что туда подглядели но изменили там добавили свое подумали получилось уже по-другому так здесь я тоже брала эту же в тирочку давайте вот добавим кто не был в начале 175 полупрозрачный наш ходовой самый пигмент прям вот мне так зашло именно на дисперсию можно конечно покрыть т-классом да и и сделать на т-класс будет поспокойнее но вот если вы видели уже на первой типсе когда мы сделали она и не сильно то и блестит когда мы топом покрыли то есть очень красиво получается вариант вот смотрите тоже как классно да то есть она потемнее вот здесь вариант ведь типа светлее может быть кто-то захочет например сделать все ноготки светлые да там два вот таких экстремальных а кто-то наоборот может быть захочет там темные сделать поэтому пробуем все так что зебру печатаем да давайте здесь зебру печатаем сейчас я готовлю все штампе здесь скоро будет лак у меня просто маловато уже черного неудобно зараза его так сейчас мы опять куда выбрать ты еще знаете пока вот так вот уберу тату на отсвечивает так быстро видите девчонки быстро беру лаком а тем более начали на шрики уже загустел у меня типсу не вижу так все перенеслось видно да все все отпечаталась возвращаю лампу смотрите какая красота не знаю мне кажется крутяк то есть можно было покрыть топом да и сделать им паста если вдруг у кого-то да там не дружит я повторюсь с гель-лаком не очень ой с лаком не дружит до пробуйте им пастой смотрите какие варианты вообще тоже мне кажется просто шик вот в этот я еще больше влюбилась короче и конечно матовым девчонки еще раз повторю да на клиентах очень хорошо здесь так как у нас типся да я просто дабы не тратить эфирное время долго это все будет на клиентах я использую когда если я знаю что я буду покрывать матовым я обязательно беру тонко прокрашиваю слайдером у него очень хорошая дисперсионная вот эта пленочка и на него матовый ложится просто идеально во первых он мало того что ложится так он носится классно потому что матовый топ это вы должны понимать что это дизайн да то есть такое покрытие для дизайна и он тонковат немножко то есть он ложится тоненько поэтому вот я люблю его если вы хотите чтобы ваш клиент все хорошо проносил то лучше сделать так не полениться прокрыть тоненько матовым да и потом уже ой господи слайдером девчонки извиняюсь покрыть слайдером да и потом уже матовым топом вот тогда будет носиться вообще идеально все это сто процентов я вам говорю вот смотрите но сейчас мы там чуть-чуть просушили на вот вариант да я здесь вот проходила сквы где вот этим до добавляла там топом можно наоборот вот как здесь девчонки пройтись например выделить какие-то там линии да вот эти самые толстые можно черные пасты какова красота да не говорите вообще вот то есть тут как бы смотрите сами что хочется какой результат можно оставить и так то есть он полноценно да здесь вот я добавляла к 9 капельки топа до чтобы блестела но я говорю тут можно и так оставить и так абсолютно все индивидуально ну что-то вот в этот я теперь тоже в люблю даст фиолетом скажите красиво такие прям вот вообще они летние зимой вряд ли такое будешь делать но зимой вот это ну хотя вот эти наверно зашли бы варианты да вот вот это точно зимой бы зашел ну и этот наверно да зеленый конечно розовый все таки тут уже вряд ли как красиво на и вот все от принта тоже зависит насколько вот print до меняет все равно отличаются немножко да здесь вот например пожирнее до более закрыта здесь уже такой print понежнее ну здесь особо ничего не поменялось только цвет вот я говорю да но с фиолетовым очень красиво смотрится прям вообще крутяцки а даже вот знаете я почему-то сюда вот смотрю и мне почему-то даже хочется глянцем его покрыть даже вот не матовым или пройтись вот эти полоски выделить например глянцевым вот почему-то что-то хочется здесь добавить даже не пойму почему где прайм где прайм давайте светит насколько вот нужно все пробовать да конечно на клиенте не экспериментировать я всегда должны все равно быть образцы у вас и не все это мы с вами да там творческие как говорится люди я может быть даже представила и там понимаю уже да как это будет смотреться клиентам поверьте мне очень тяжело иногда ты им начинаешь объяснять им очень тяжело представить он даже может это и не понять вообще что ты ему там объясняешь поэтому всегда говорю что у вас должны быть конечно же образцы вот тут что лет какого-то немножко блеска прям добавить не знаю чем тут хочется все эти вот такие самые такие широкие прошлась линии но здесь я еще раз скажу да все по желанию вообще не принципиально вот эти здесь я наоборот прошлась там между линиями да где-то то есть все пробуйте вот так как-то прям прикольный тоже на он поблескивает чуть-чуть поэтому все нужно пробовать обязательно конечно нужны конечно девчонки планшетки обязательно с типсами с вариантами смотрите какой на 7 классный крутой эфир мне кажется получился на и вообще у нас и прошлый мне кажется был прям такой тоже веселый такой плодотворный но и этот эфир не менее с вами да так гляньте какой вообще яркий да не прям самой нравится очень красиво вот то что было да то есть разница лак им паста попробуйте если у кого-то есть у кого-то нужно приобрести заходим на мешок руб заказываем да и пробуем интересные варианты все варианты интересные ну что девочки нам пора прощаться с вами я была рада всех приветствовать на эфире приятно мне с вами общаться до новых встреч всех обняла спасибо и вам спасибо за обратную связь это очень приятно мотивирует все всем пока пока